Студенты и сотрудники Северо-Восточного Федерального Университета опережают время. В их лаборатории разрабатываются передовые технологии, в том числе системы умного дома. В ближайшее время специалисты готовы представить элементы, с помощью которых на расстоянии можно будет управлять домашними устройствами. В числе первых на новинку взглянул наш корреспондент Юрий Осипов. В Якутии есть свои молодые ученые, благодаря которым простой смартфон станет мозгом и сердцем современного дома. Каждым электроприбором можно будет управлять нажатием пары кнопок, выключатели, чайники, компьютер и даже газовые котлы в частных домах. Все это возможно с помощью современных разработок. С помощью приложения можно будет даже запереть дверь. Команда состоит из сотрудников и студентов Северо-Восточного Федерального Университета. Их лаборатория находится в Арктическом Инновационном Центре. У ребят все началось с разработки первого прототипа. С ним весной прошлого года они выиграли конкурс и на призовые деньги продолжили изыскание. Мы сделали прототип, такой макет комнаты, где размещалась лампа, шторы двигались, управлялись со смартфона. Также была охранная система, которая реагировала на пламя. Итогом кропотливой работы стало появление нового прототипа. Сейчас у них уже готов опытный образец. Данное время ему предстоит пройти ряд тестирований. Модуль универсален. Он может коммутировать любые нагрузки мощностью до 3,5 кВт и напряжением до 250 вольт. То есть он может выдержать любой бытовой прибор. Одним из преимуществ является полная автономность данного модуля. Из этих модулей собирать уже полноценный умный дом, систему умного дома, который может управлять всем домом. И автономно работать без присутствия, без участия человека. Идея местных разработчиков хоть и не новинка на рынке, но стоить будет в два раза дешевле аналогов. У молодых кулибиных далеко идущие планы. Они готовятся к серийному производству своего детища. На данном этапе по их чертежам корпусы и платы модулей делают в Москве. Но окончательная сборка проходит в Якутске. Вручную. Но все это лишь первый этап в большом плане. Молодые разработчики также планируют создание датчиков. Они станут последним звеном в создании системы умного дома, которая сможет работать без участия человека. В команде каждому отведена своя конкретная роль. Один занимается аппаратной частью, другой – программным обеспечением. Третий занимается разработкой веб-сайта для техподдержки устройства. Все это амбициозной командой разрабатывалось с нуля. Для сервиса есть приложение под Android и под iOS. Тоже разрабатывали сами. Через него можно все, что угодно, любые манипуляции делать. С помощью интернет-сервера будет возможность управлять своим домом, находясь на любом расстоянии. Планируется подключение камер, с помощью которых вы сможете видеть, что происходит в вашем доме, находясь в любой точке земли. Чудо техники должно пойти на поток уже во втором квартале следующего года. То есть уже в ближайшее время якутяне смогут попробовать на себе все прелести подобных технологий. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Евгений Логинов, НВК Саха, Якутск.